Генеральная репетиция и сдача концерта на сцене артисты Запорожской филармонии обещают, в новой постановке будет все – вокал, драматическое искусство и даже хореография. В этом году решили объединить классику с модерном для более молодого зрителя эпизоды из популярных мюзиклов для более зрелого – оперетта. А оперетта может быть более близка уже взрослой публике, но тем не менее она не стареет, хотя ей уже более 150 лет, но она по-прежнему остается такой же привлекательной и народ любит. Изюминкой предстоящего концерта, обещают филармонии, станет выступление молодых солистов Ольги Синяковой, Марианы Рябошлык и Игоря Воеводина. Ольга Синякова – выпускница Днепропетровской консерватории, говорит, выступала на многих сценах Украины, но в Запорожской филармонии особая, располагающая к общению со зрителем, атмосфера. Для запорожцев Ольга исполнит песенку Джудиты из одноименной оперетты Франца Легара. Очень заводное произведение. Партия эта очень игривая, очень веселая, забавная. И я, конечно, очень много взяла схожего со знаменитой постановкой, которую пела Анна Нетребко. То есть будет она немного разыграна и будет взаимодействие с зрительным залом. Первый концерт от оперетты до мюзикла состоится 23 января. Но на этом сюрпризы для зрителей от Запорожской областной филармонии только начинаются, утверждают в администрации. Впереди концерты, посвященные творчеству Петра Чайковского. Кроме этого, зрителя будут привлекать ароматом кофе. У Иоганна Себастьяна Баха есть кофейная кантата. Это не церковная музыка, это светская музыка, орган, струнный оркестр, три вокалиста. И с 1729 года Бах, работая в Лепсиге, создал такой светский оркестр. И по средам и пятницам в кофейне Циммермана происходили такие концерты. И вот один из них это кофейная кантата. Действительно там разносили кофе. В общем, все это мы хотим воплотить в жизнь.